Меня спросили, Дим, ты так категорично и в открытую обличаешь и говоришь о том, что православие это смерть и вообще все. Опять же, друзья, я это делаю только потому, что мне сказал Отец Небесный. Я не могу этого не делать из-за боязни чего-то или кого-то. Иудеи распяли Бога, потому что Бог мешал иудеям. Да, Иисус сказал, что... Если мир ненавидит вас, помните, что меня он возненавидел прежде вас. Да, и когда я знаю, кто говорит со мной, и что моя задача и миссия передать, открыть людям глаза, то есть это получается моя жертва. Да, то есть даже если... Да, но опять же, началось все с Иоанна, Иоанн умер своей смертью. Да, я думаю о позитиве. Но даже если цари земные решат от меня избавиться, это будет вам еще одним доказательством того, что я говорю правду. Убрав меня, не приведут вам никаких аргументов. Никто их вам не приведет в том, что я не прав. То есть даже убрав меня, у вас останутся мои видео, где вы потом, через какое-то время, но время будет недолгое. После чего будет пришествие второе Иисуса Христа. Да, то есть недолго вам останется сидеть в интернете. Даже если меня уберут как физическое лицо с планеты Земля. Но я знаю, с чем я пришел, и куда я иду потом. Поэтому чего мне бояться? Я так и ответил. Ну, как бы, если это случится, опять же, да, не я был первый, да, и не я последний. Потому что за мной идет Господь Бог. Здесь уже зависит от того, что наши попы и священники православные хотят. Да, они хотят вечной жизни, или они хотят еще несколько лет зарабатывать. Потому что мы знаем, что церкви, это купля-продажа, это, опять же, продажа крестиков и оплата за крещение, это маленькая часть того бизнеса, который происходит в церквах, в православных церквах. Да, то есть это бизнес, это давно всем известно. Про этих попов на лимузинах уже давно перетерли все, да, проговорили. Про то, что какие там цены на крещение, на кресты, на все вообще, это деньги, это бизнес. Бизнес – это ад, это смерть, это сатана. Да, но наши работники и служители церквей, у них глаза закрыты иконами. Они, может, и... Они тоже, поэтому, может, и пропускают эти тексты о том, что, ну, как бы, вы разговариваете с мертвым и учите, как валы, учите этих овец говорить с мертвыми. Вот сегодня я с вами хочу разобрать телодвижение под названием «Крестное знамение». Может быть, этот урок поможет понять людям, что в наше время Иисус Христос выгоняет из храмов людей, попов, священников и пасторов. Это то, о чем я подробно говорю в уроке «Столы меня». В наше время Господь Иисус Христос выгоняет прихожан и служителей из этих храмов, в которых происходят очень страшные и серьезные обряды, которые завершаются тем, что человек, делая крестное знамение, рисует на своем теле пентаграмму, что является официальным символом церкви сатаны – печатью Бафомета. Другими словами, вы хороните свою вечную жизнь своими же руками. Это то, чего никакие попы, священники, первосвященники никогда в жизни вам не скажут, потому что они понятия не имеют, что они делают, так как они живут в иконах давно крещены. А раз они живут в этих иконах, они и без всякого вступления на территорию сатаны работают на него. В этом проблема. Они, может, и не понимают, потому что у них тоже. Они же в этих иконах живут все. И они не видят книгу «Откровения». Я не знаю, как они ее читают, если она напрямую говорит, что общение – вопрошение мертвых. Ну, как? Они обучают вас там, я не знаю. Поэтому, опять же, здесь речь о чем? Если они хотят вечную жизнь, они покаются, скажут – «У-у-у, вообще не туда людей вели». И в следующее воскресенье будут говорить, ухватите, церковь закрыта до субботы. Иконы все пока сняли за эту неделю. Мировая борьба разделит мир на две отдельные группы. Тех, кто следует Библии, и тех, кто следует зверю. Сердца людей будут наполнены тревогой. И в их умах на первый план встанет вопрос о религии. Тысячи людей во всем мире откажутся от своих безжизненных церквей и станут приверженцами непопулярных, но истинных последователей Иисуса. Да? Па-дам! Царство вечное вам дано. Ну, наверняка же есть такие, кому надо последние вот эти годы бабки посрубать. И они будут. И начнутся гонения у меня. Да? И преследования мои. Ну, как бы, ну, я-то знаю, за что я борюсь. Если это случится, это будет моя жертва. Я пожертвую собой ради миллиарда людей, которые меня потом услышат. В одну секунду потом они меня услышат все. Вот. Вот такая вот история. Я отдаю себе отчет, что я говорю. Кому я говорю. Да? С кем мне предстоит иметь дело. Потому что это огромный бизнес. Церкви. Опять же, подноготную, это не мое дело. Суд там. Я не сужу. Я говорю, что иконы плохо. Церкви, эти заведения, мы с Иов сказал, да, что вот эти вот храмы, они как бы проклинают. Укореняйтесь вообще не в ту сторону. Взывай, если есть отвечающий тебе. И к кому из святых обратишься ты? Так глупца убивает гневливость и несмысленного губит раздражительность. Видел я, как глупец укореняется, и тотчас проклял дом его. Вот. Поэтому вот так. Но, опять же, проблема не только у православных. Поэтому я здесь рассказать, да, что у вас вот такая проблема, а у этих вот такая, Отец Небесный сказал. А вот у этих вот такая, вы думаете, я это все знаю, и я вам тут сижу и просыпаюсь, и быстренько давай книгу. Мне дарить Донцовой становиться не надо. Я не хочу. Мне не в этом суть. У меня суть в том, чтобы вы поняли, да, чтобы вы причитали Библию. Или говорили, что вы не знаете Библию. Лучше тогда. Да, и открываете и начинаете знать. Но когда вы говорите, что вы знаете Библию, да, которая говорит, что поклонение мертвым – это смерть, это наказуемо. А вы говорите, мы знаем, и мы идем поклоняться. Ну, это вообще какая-то для меня непонятная история. Вот. Поэтому вот так. Задача ровно такая. Привет, друзья. Рад вас приветствовать всех на уроке субботней школы. Когда началось наше обучение вот этой невероятной книге под названием Библия, Священное Писание, Слово Божье, да. Так незаметно снег растаял, почки появились, была первая трава, и наступило лето. Сегодня 1 июня, то есть первый день лета, и я вас спешу поздравить с тем, что этап работы, он у нас закончился. Теперь у нас начинается этап откровения. Перед вторым пришествием, как Иисус и говорил, да, то есть события ускорятся. Десятки веков люди передвигались на лошадях, сейчас уже полетели в космос, да, понятно все. А сколько все быстро идет? В библейском понимании происходит то же самое. То есть, как вы видите, в январе мы начали... В начале было Слово. Это я только открыл Библию. Еще только 1 июня. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь. Полгода даже не прошло, 5 месяцев, да. Мы уже с вами откровение начинаем изучать, да. Но изучать мы его начинаем относительно. Откровение это только для того, чтобы пояснить вам, да, и по большей части откровение, чем оно интересно и невероятно, это тем, что в откровении речь идет о религиозных расхождениях, да. То есть суть семи церквей это и есть религиозные расхождения. А теперь, чтобы понять все это и к чему я все это приведу, да, в итоге, к чему Отец Небесный ведет нас, да. Понятно, помимо того, что Бог един, да, каким образом будет объединение? Для этого вы должны понять схему, систему, да. То, что мы разбирали с вами в уроке. Вначале было Слово. Из чего мы поняли, что Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух это одно целое, да. И то есть когда Бог послал Иисуса, Сына Единородного на землю, это означает, что Бог и был распят, да. Потому что мы все знают, что Иисус-то Бог, да, потому что Он принял человеческую плоть в виде Иисуса, да. Но это и был Бог, это знают все, тут даже объяснять нечего, да. Распят был Бог. В разговоре с Никодимом Иисус уже сказал то, что посланники будут, да. Потому что Он говорит, мы, 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 я вдруг. Истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем и свидетельствуем о том, что видели. Но никто из вас не принимает нашего свидетельства. Вы не верите мне, когда я вам говорю о земном. Как же вам не поверить, когда я о небесном стану говорить. То есть я, Он это говорит, как Бог, а мы, это Он имеет в виду, что посланники будут, да. Будет глаз опиющего в пустыне, которая скажет, исправьте путь к Господу, да. Так же мы понимаем прекрасно, да, что во времена Иисуса Христа интернета не было. Да, это у нас сейчас вот такая возможность. И Евангелие будет проповедано по всей земле таким образом, да. Опять же ускорилось время. Во времена Иисуса интернета не было. Каким образом весть о Христе шла? Она разгласилась медленно. То есть Бог-Отец посадил его в такую же колбу. Я послал их в мир так же, как ты послал меня в мир. Вот это и есть. Я сейчас в какой-то колбе нахожусь, давайте скажем так, да. Я все тот же Дмитрий Асташонок, все та же моя мама, все те же мои друзья, все тот же мир. Но я сейчас в колбе, где 10 человек, это 100% населения. То есть 2 человека, это 20% населения я уже взял. Мы уже взяли. Понимаете, какими шагами поднимаемся в горы, мы уже бежим. Поймите, услышьте меня, насколько это все глобально. То есть 20 человек, 2 человека и 20% населения. Получается 20% мира, да, потому что Библия открыта только мне. Только у меня это встреча, разговор, и дальше я уже отдаю информацию, да. А у Иисуса было это он встретил, как Бог, который ходил, обучал народы таким образом, да. То есть он встретил Филиппа, он взял его как ученика. Он встретил Иоанна, он взял его как ученика. То есть это была и Коба Иисуса. Бог и ученики. В наше время это Коба, опять же, да, Иоанн Богослов, да, в духе ангел увел его в пустыню. То есть это уже моя Коба, да, я в пустыне, откуда я вещаю, да, и говорю. Слово Божие, да, толкую вам, Фомам, Мафнаилам, Иоаннам, Иудам. Ну, понимаете, о чем я говорю, да, я надеюсь, что вы понимаете. То есть это называется Коба. Я не сижу с живыми людьми и здесь им тут не рассказываю, да. Из этого вы должны понять, да, что Иисус был с людьми. Сейчас история повторяется ровно та же. Только как посланника Божьего, да, и народов. Да, ровно такая же история с откровением. Суть семи церквей – это дух Божий, да. Открываем книгу Откровения, первая глава, стих 20. «Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников есть сия». Семь звезд есть ангелы, семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей. То есть в то время, да, это были церкви, вот это все. Сардийская, Филадельфийская, да, они все были. Никто этого не отрицает, да. Библия – это на все времена, на все века, на все эпохи, на все поколения, на всех, на каждого человека. То же самое происходит с церквями, с звездами, светильниками, да. То есть в то время церкви стояли, да, то есть такая была Коба. А сейчас я здесь для того, чтобы рассказать вам с помощью Духа Святого. Отец Небесный говорит через меня вам, что суть семь светильников – это религиозные расхождения, да, о которых нам нужно с вами поговорить. Так как, опять же, Бог един, да, и Он объединяет детей. Вопрос, кто услышит. То есть говорить мы будем об каждой религии совсем по чуть-чуть, да, но потому что я изучаю Библию, я не изучаю Коран, да, например. Я не изучаю Будду, да, и индуизм. Я изучаю, я христианин, я изучаю Библию, да, где есть вначале был Бог, который послал Сына для спасения человечества. То же самое происходит в Коране, да, только там Аллах, а у нас Бог, да, и это не я говорю. Говорит аля кулли муслим, каждый мусульманин, он должен получать знания. На нем есть обязанность эти знания приобретать, эти необходимые религиозные знания, без которых невозможно. И самые важные знания и первостепенные, самые почетные знания – это знания о Создателе. Это «Ла Иляха Илля Аллах, Мухаммад Расул Аллах». Ведь основа, то есть первую очередь, к чему призывал посланник Аллаха, алейхиссалям, это к таухиду, к единобожию. И поэтому ученые говорили, как имам Аль-Газали говорил, «Ла тасихху лаибадату, илля ба'да ма'рифатил ма'буды». Это означает, не будет принять у человека аибадата его, его поклонение до тех пор, пока он, то есть пока у него не появится правильное убеждение о Создателе. Поэтому прежде чем изучать вопросы поклонения, как делать намаз, пост и так далее, есть еще более важный вопрос – это кому поклоняться, кто достоин поклонения. И когда пророка, алейхиссалям, спросили, «Я, Расуль Аллах, о посланник Аллаха, айю амалин афдоль». Какое же деяние является первостепенным, наиважнейшим? Какое деяние является? На что пророк, алейхиссалям, говорит, То есть первостепенная обязанность – это вера в Аллаха и в его посланника. То есть он не говорит, что это намаз, это пост, это закат, это хадж. Нет, он говорит, первостепенно это вера в Аллаха и в его посланника, так как это является фундаментом всего. В мире существовали и существуют до сих пор миллиарды людей. Всех их создал один и тот же Бог. Почему же тогда представление о Нем, знание о Нем, вера в Него разнятся настолько кардинально? Знание о Боге – это драгоценный дар, клад за закрытыми дверями. Открыть эту дверь легко, нужно лишь желание сердца и немного усердия. Люди разошлись в своих представлениях о Боге в зависимости от того, насколько им открылась эта заветная дверь. Увы, для кого-то она наглухо закрыта. Потому некоторые люди даже в 21 веке продолжают верить в ложные представления о Боге и поклоняются идолам. Что касается его имен, то у Всевышнего, естественно, на разных языках есть свое имя. Перечислим некоторые из них. По-русски – Бог, по-английски – Гот, по-турецки – Танры, по-персидски – Худо, по-армянски – Аствац. Все эти имена на разных языках означают имя того единственного Творца Создателя Всего Сущего и могут применяться нами. То есть, ислам говорит это и признает, что Аллах, вначале был Аллах, есть пророк Мухаммед. Все, что я уже успел проанализировать, узнать об этой религии, почему я говорю о ней, потому что, в первую очередь, потому что христианство и ислам – это два брата, да? Ну, грубо говоря, Бог один, да? То есть, ровно та же история, только на их языке. То есть, семь светильников – это как семь детей одной семьи. Но так как в данный момент мы заостряем внимание на исламе и христианстве, позвольте мне привести пример моей семьи. В нашей семье два сына – я и мой брат. Мы погодки, но у нас абсолютно разный характер, но одни родители. У нас разные вкусы и взгляды на жизнь, но одно воспитание. И если мой брат понимал родителей с первого слова, в моем случае нужен был другой подход. Мягко говоря, я был неусидчивым ребенком. Да, то есть, словами моей бабушки, я был шкода. Говоря современным языком – оторви и выбрось. В хорошем смысле этой фразы. Вреда своей неусидчивостью я не причинял никому. Здесь, если мы сравниваем и ислам, и христианство, это то же самое. Сравните Коран и Библию. Вы увидите одну и ту же историю. И говорим мы об одном и том же, что Бог един. И здесь уже не играет никакого значения, кто старше, кто младше, так как родители своих детей любят одинаково. Но также не стоит забывать о традициях, культуре и особенностях разных народов. И опять же, если мы посмотрим на этот временной отрезок глазами вселенной между мусульманами и христианами, может быть, вполне себе и получится то, что мы погодки. В самом начале этого урока мне не терпится сказать, что христианство и ислам – это реально братья. Слава тебе, Господи. Потому что, к сожалению, индуизм и буддизм – это вообще, скажем, люди заблудились. Предпоследний урок был про православных. Вот сейчас также с фактами мы пробежимся быстро по всем четырем религиям – христианство, ислам, индуизм и буддизм. Где вы поймете, что в христианстве и в исламе Бог един. То есть на русском – это Бог, на их языке – это Аллах. Но суть – она одна. Библия, Корана. Но когда мы начинаем говорить о индуизме и буддизме, вы понимаете, что индуизм. Последователи этой религии верят в переселение душ, почитают коров, а также поклоняются множеству разных богов. Это 10 интересных фактов про индуизм. Индуизм является третьей религией в мире по количеству последователей после христианства и ислама. Индуизм не имеет какого-то основателя или пророка, подобно Аврааму, Иисусу или Мухаммаду. В индуизме нет единой доктрины, но у практически всех ответвлений есть общие принципы и верования. В индуизме есть просто огромное количество священных писаний. В этой религии также есть множество богов. При этом все боги, по сути, являются проявлениями Брахмана, то есть разными его ипостасями. В индуизме тоже есть троица. Три главных формы бога. Это Вишну, Шива и Брахма. Это православие, да, у них есть бог, да, который будет говорить нашими словами христианскими. То есть у них есть бог, у них есть отец, сын и дух святой, да, то есть тоже три. Но в них есть православие свое. Да, это вот эти вот множество богов, и в этом их проблема. Позови своего мужа и возвращайся. У меня нет мужа. Ты верно мне сказала, у тебя нет мужа. У тебя было пять мужей, и с кем ты теперь живешь, тебе не муж. Отсюда, братья православные, вы должны понять, что я не ругаюсь, да. Об этом говорит, об этом говорит как раз-таки глава третья откровения. Я вам просто дал понять, что в Египте были собаки, кошки и так далее, да. Когда у нас вдруг кто-то решил, что будем возводить иконы, да. Вторая заповедь говорит, не возводи иконы, да. Но в откровении, в третьей главе, да, третья глава посвящена не православию, да, она посвящена вообще другой религии, до этого мы доберемся. Но здесь есть в третьей главе 19 стих, который говорит как раз-таки, что не только вам, а индуизму тоже, в том числе. То есть у индусов такая же история, да, у них есть бог, но у них есть 150... богов, да. А у нас есть бог, да, но у вас есть еще и матроны, которых вы считаете богами, святыми, которым надо поклоняться. О которых Библия говорит, что нет, не надо никому поклоняться, только богу, да. Этим заканчивается откровение, это мы с вами читали, да. Но, так же здесь говорится, в третьей главе, 19 текст, Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся, говорит бог. Да, то есть, ну покайся, ну кланялся ты матроне, ну ошибку ты сделал, да. Ну думал ты, что чудотворец помогает, а это не он. Да, помогает. Ну ж не знал же, покайся, будь ревностен, да, богу своему. В этом речь, то есть, это не ата-та было в уроке православном. Это было то, что, ребят, глазки открыли, покаялись, все, отец вас ждет назад, да. Да, та же история с индуизмом, с их 150 богами, да, та же история, что и в Египте. Миллион 150 богов, зверей с хвостами, рогами и ушами. А бог-то где? Но наш сегодня первый урок ровно о том, что мы, давайте мы разоберем первую и, мы немного поговорим о первой и второй главе. Чтобы понятно было, куда мы идем. То есть, первая глава, как раз таки она говорит о том, что бог един, да, и он ходит между этими семью светильниками. То есть, по этому поводу, по первой главе, мне уже добавить больше нечего. Да, поэтому давайте переезжаем дальше на вторую главу, да. Я, опять же, сразу извиняюсь, поймут не все, да. Но, кто поймет, об этом он тоже говорит. Да, дам венцы, дам есть от древа жизни. Снига Откровения, она о религиозных расхождениях, да. И об этом говорит нам первая глава. Для тех, у кого бог един, и семь церквей, семь светильников. Вот для них, да. А для тех, например, вот как буддизм, это вот про них тут сказано, да. Ты вроде как живой, но ты и мертвый. Да, вот третья глава. То есть, это как раз вот Будда. Какому богу молитесь вы? Дело в том, что в буддизме богов как таковых нет. Сам Будда говорил, что богов нет именно в качестве бога-творца. Это означает, что в буддизме считается, что мир возник сам по себе, что у него была какая-то причина. Ничего не бывает того, что не имел бы своей причины. Этот закон называется закон протитасамут патви. Закон зависимого возникновения. Соответственно, получается, что если вот здесь, скажем, дерево, до этого дерева было семя. До семени было опять дерево. Итак, разговор о курице и яйце, конечно, может уходить далеко. Да, то есть, вопрос курицы и яйца мы уже разобрали давно, да. А буддизм из поклон веков никак не может понять, кто раньше был курицей или яйцом. Да. А мы уже давно поняли с нашим уроком вуза, что сначала была Библия вселенская, там была она. Да. А потом копия на земле появилась. Давайте скажем так нашими словами, да. Это опять же все, с чего я начал урок, это все то же самое. То есть, у нас здесь колбы, а там Библия вселенского масштаба, да. А потом Библия здесь для человеков, когда нас сотворили как людей. Да, это ровно та же история. Мы понимаем, что сначала была курица, потом яйцо. Они никак не могут понять, что, ну, курица была и жила всегда. И потом дала яйцо. Буддизм это вообще, ну, как бы, это богатый парень, насколько я знаю, да, который там засел под дерево и понял, что он бог. И сказал, что богов нет. Ну, как бы, когда нет богов, мы и обсуждать это не будем, поэтому ты вроде как живой, но ты мертвый. Об этом он и говорит. Ты говоришь, что богат, а, знаете, ты не знаешь, что ты гол, нищий, ну, еще и мертвый. Вот так. Еще раз, индуизм. То есть, православие, индуизм и египтяне, это те же вот три поклон века, давайте скажем так, да. У нас поклон века свои, да, у них свои поклон века. Но это не значит, да, опять же, парень вот говорит, что индуизм это одна из самых древних религий. Может быть, я не спорю, не искал, кто там раньше, да. Мы знаем, что бог, он был раньше всех един, да. То, кстати, парадокс, да, то, о чем знает ислам. Самая молодая религия, но они-то и знают, что бог един, да, что он сотворил все, и он один. В отличие от индуизма, который самая древняя религия, но у них все еще 150 богов, да, и не понять, кому они поклоняются. Это как раз вопрос самарянки. Я вижу, что ты пророк, господин. Мои предки-самаряне поклонялись богу на этой горе, а вы, иудеи, говорите, что поклоняться богу нужно в Иерусалиме. Поверь мне, женщина, наступит время, и люди будут поклоняться отцу не на этой горе, и не в Иерусалиме. Вы, самаряне, не знаете, кому вы поклоняетесь, а мы, иудеи, ведаем, потому что спасение от иудеев придет. Но настанет время, и уже настало. Когда истинные поклонники будут поклоняться отцу в духе и в истине, и таких поклонников ищет себе отец. Это то же самое. То есть, вначале колодец самарянки, это о том, да, вот с чем я пришел сюда. Одна из проблем, да, то есть я сразу говорил, что я возвращаюсь сюда, потому что в России множество вопросов, которые нужно обсудить. Да, вопрос религии, вопрос гадания, вопрос меньшинств и так далее, да. Помимо основной темы, которая о небесном, да, к которой мы все постепенно идем, никак не дойдем. Да, потому что мы никак не можем понять, что валы это попы, священники, пасторы, а овцы это люди, да. Ну, как мы можем говорить о небесном, да. Но нам нужно туда двигаться, потому что история планеты Земля уже подошла к концу. То есть, все. Поэтому нам нужно туда двигаться, хотите вы это или нет. Именно по этой причине говорить, что ребята, иконки, это же все хорошо, но я сюда не за этим пришел. Я пришел сюда сказать ровно, и я послан был сюда за тем, чтобы сказать, что икона смерть. И об этом сказано в Откровении 18 главы. Точка, да. Одна из проблем, об этом я говорю в колодце Самарянки. Вопрос гадания, но мы же знаем, да, что одна притча на человечество. В этом человечестве есть и гадатели, и те, кто резко против гадания, да. И индусы, и арабы, и христиане. А притча-то одна. Ну, вот поэтому я и объясняю, да, что одна из проблем, с которой я начал говорить, да, притча о Самарянке, это как раз о том, что утром к Богу, вечером к гадалке, да. И в итоге она ушла так в этот колодец Самарянки и сидит там с этим дьяволом, да. Но в то же самое время эта притча о тех религиях, да. Мы же, опять же, там же Иисус говорит, да, о том, что твоя вода, она вода, но она не живая вода. Да, я эти воду живую дам, говорит он. Но если мы знаем, что Иисус это Бог, так, а Самарянка, например, это как раз-таки Будда. Или буддистка. И вот он ей говорит, что ты как бы-то вода вроде ничего, но она умерла, она не живая. Да, или индуска, да. То есть, ну как бы у тебя там 150 богов, вы не знаете, чему вы поклоняетесь, он об этом и говорит. Или, ну, или та же самая православная, да, Бог и православная стоит. Да, который говорит, что о-о-о, с поклон веков наш-то отец-то, про-отец, рыл-рыл-рыл. В притче о Самарянке, да, если мы рассматриваем религиозные расхождения в этой притче, она ровно об этом. О поклон веках, да. О том, что там отцы-про-отцы рылли, и все куры и свиньи утки пили оттуда. Но это не значит, что вы получите жизнь вечную с этой водой. Потому что только Бог может дать воду, которая станет источником жизни. Об этом здесь речь, друзья. И опять же, это не упрек какой-то, ничего-то... Это просто объяснить вам, что Библия говорит об этом, а не я. Бог говорит об этом, а не я. А я вам просто толкую и зачитываю главы, которых вы почему-то не видите. Я только вот для этого здесь и все. Не для того, чтобы кого-то что-то наказать. Опять же, Бог Иисус, да, был пост на суде для чего? Не для того, чтобы судить. А для того, чтобы спасти. Да, то есть вы сами себя осуждаете, веря в мертвых и покупая себе крест на могилку. В этих зданиях, которые прокляты. Вот об этом речь. И опять же, это для тех, кто вообще говорит, что Евангелие? Жечь это надо. А таких я встретил в начале. Об этом слово стало плоти урок. То есть женщина так сказала. Да что ты мне Библией своей? У нас Матрона есть. Это реально ее фраза, да? Парень. Пару недель назад. Нет, нет, нет. Я Библию знаю. Матрона это мать Иисуса. Иисус просто святой был, не Бог. То есть где вы такие Библии берете? Где Матрона, во-первых? Что за Библия? Покажите мне сфотку, вышите куда-нибудь, прикрепите. Где написано, что Библия. И вот там в Библии написано, что мать Иисуса, обычного святого, это Матрона. Найдите мне такую фразу где-то в реальной Библии. Поэтому я и говорю, что христианство имеет много конфессий. Но только в православии. Что есть самое последнее в христианстве? Есть Матрона. В других понятиях не имеет только Матрона. Потому что не она Бог. Да, но опять же. Может быть из-за неимения альтернативы, да. Ну потому что если вы считаете, что только православие это Бог, а все остальное секта христианства, кроме вас православных. То есть я вам альтернативу рассказываю, да, что христианство – это человечество. И здесь католики, протестанты, православные и так далее. Но Бог один – Иисус Христос, который придет нас спасать. И книга Откровения Иоанна Богослова говорит, что кланяйтесь только Ему. Только. То есть альтернатива ровно такая, что убираете иконы, снимаете кресты могильные с себя живых. И в духе, как сказал Иисус Христос, опять же, в притче с той же самарянкой, поклонение в духе таких отец поклонников ищет в себе и только. И никаких посредников в виде чудотворцев и кого там еще, он не ждет. В Библии о них ничего не сказано. А что есть лже-пророки и лже-христы, об этом в Библии говорится миллион раз. Да, а кто эти лже-пророки и лже-христы? Это и есть. Эти Матроны. Эти здания проклятые. Друзья мои, намонтируя этот урок, я ради интереса открываю главу 24 книги Матфея, это Евангелие, где ровно в указанном порядке сбываются пророчества. То есть, глава 24 от Матфея, стих 5. «Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос», и многих прельстят». Это речь о церквах, где был Бог, а потом появляются мертвые Матроны. А после 5-го следом 11-й, который говорит ровно то, что «И многие лже-пророки восстанут и прельстят многих». То есть, лже-пророки восстанут, опять же, не вурдалаками, скелетами и бабьёшками на мётлах. Они восстали иконами и книгами, те, которые не Библия, но говорят, что они Библия. Да? То есть, в виде Елен Уайт, Зеландов, Ошо, буддистских учений, эзотерических учений. И тех православных Библий, которые говорят, что Матрона – это мать обычного святого Иисуса, что, в принципе, поклонение мёртвым – это нормально, где вторая заповедь – создайте себе идола и создайте себе кумира, потому что в каких-то странах коровы стоят, а у вас так и никого и нету. А что самое интересное? Которая говорит, что ждите Духа Святого, который уже покидает землю. То есть, если о буддизме, индуизме и каких-то других религиозных книгах я знал, но о такой Библии, которая у отдельной части православных людей, я даже не слышал. Это всё об этом речь. И ровно в той же последовательности. Потому что первые пришли лжехристы, которые прельстили многих, но эти многие – они меньшинство в христианстве. Вы понимаете? Так как протестанты их гораздо больше, много больше, чем православных. А потом появляются ванги и матроны. То есть, это вам так, на заметку, чтобы вы подумали ещё и над этим. Как один из фактов того, что я говорю по Библии, а Библия говорит истину. В Иове, говорится, проклял я это место. Не то люди стали делать, не туда пошли. Так же, как в Египте поклонение с собакам. Тоже не туда люди пошли. И то же самое, что в индуизме, то есть, миллион богов. И они не понять, кому поклоняются. То есть, у них вот этот получше, а вот этот похуже. Но это для вас он получше или похуже. А вот для другого человека этот похуже. А где бог-то один, который вот всё сделал? То есть, получается, что он только в христианстве и в исламе. Потому что есть один бог, который создал всё. Именно поэтому эти две религии идут ровно друг за другом. Несмотря на то, что одна постарше, другая помладше. Вот как бы вот так. И вторая глава ровно заканчивается тем, опять же, обращением к язычникам. То есть, язычники это православные иконы. Вторая заповедь. Альтернатива начинается ровно с 25-го текста книги Откровения, главы 2. И она звучит ровно вот так. Опять же, для тех, кто... Я сюда пришёл не за тем, чтобы сказать, вы, Матроны, веры. Я-я-я, нет, это ваша вера. Я вам пришёл открыть глаза. Здесь сказано, что вопрошать мёртвых, так как это люди, которые умершие. Вот, поэтому, но если это ваше желание, то есть, у христиан, у множества, да, там, например, у тех же протестантов, они хотят быть овцами и валами. То есть, я им говорю, что хотите, будьте, ваше дело. Но я вам говорю, что вы не овцы и валы. Ра для валов и овец не существует. Но если они хотят, это их личное дело. Тут то же самое и к вам, дорогие православные, что если вы верите, после открытия глаз, вы понимаете, что хочу быть с Матроной, ну, ради бога, это ваш личный выбор. Да, но вы должны знать, что вы будете судимы. В этом проблема. А если вы попадаете на суд, это очень чревато тем, что вы будете судимы. Что вас засудят, да, за ваши поступки, как минимум. Да, и опять же, она начнётся всё с того, что... Глава восемнадцатая, да. Но это, опять же, это ваш выбор. В чём разница книги Откровения и, например, любых других апостолов или пророков, да. Разница в том, что у пророков и апостолов, если мы берём притчу, она имеет два, максимум три значения, да. Как бы вы её не толковали, какими бы словами вы её там не пытались толковать, да. То есть, она будет иметь там два-три значения. Книга Откровения, она будет разбираться множеством путей, приводя некоторые смыслы, фразы из притч глав пророков и апостолов. То есть, она этим сложна. И в этом разница, да. То есть, как она была написана для языка, сущего с земли, так же языком свыше, но так же и божественным языком, да. То есть, который вот переводить я вам и буду. От сущих земли, тут речь о семи церквях, которые были на земле, да. В то время. В наше время это уже говорится о небесном, да. О религиозных расхождениях. О тех светильниках и звёздах, между которыми Бог один ходит и говорит, что у тебя тут такой косячок, а у тебя вот такой. А ты ничего, но ты мёртв. Об этом речь. Опять же, объясняю то, чтобы никто не обижался. Тут обид быть не может, да. Зло и обиды, это разные вещи, да. То есть, опять же, если демон засядет в кого-то, и они решат, что я им тут мешаю деньги зарабатывать, это одно. Они себе дорогу определили, мой путь мне ясен, да. Я знаю, от кого я пришёл. Но обида тут, друзья мои, опять же, если православные считают, что я в них камни кидаю. Нет, друзья, я вас не обидеть хочу. Я спасти вас хочу, открывая вам, да, то, что говорит Бог вам с помощью меня, человека, да, который глаз упьющего в пустыне. Исправьте путь, Господу, бедный паук. И это доказывает ровно то, что он говорит, я люблю вас, поэтому я вас обличаю. Это он вам и говорит, подтверждая мои слова, да. То есть, он обличает, потому что он вас любит, он вас ждёт домой. Но он не может вас домой взять, если вы в мёртвых верите. Ну, как бы вот так. Так, если мы говорим, откровение, голова вторая, да, то есть, здесь альтернатива, вон, такая, текст 25, например, да. Только что имеете, держите, пока приду. То есть, это речь как раз о том, что вы христиане. Хотя бы это, держите. Я больше не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает его господин. Я назвал вас друзьями. Придёт утешитель. Дух, который откроет истину о Боге и исходит от Отца. Я пошлю его к вам от Отца, и он будет свидетельствовать обо мне. И вы будете свидетельствовать, потому что вы были со мной с самого начала. Я сказал вам это, чтобы вы не отошли от вашей веры. Дальше в 26-м он обращается уже к тем, кого иконы присосали. Там же дьявол помогал, да, через иконы, кому-то там помогал, в чем-то, я не знаю, как, чем. Но он же это делал, да, чтобы вас на поводок посадить. А теперь, если вы решите уйти от этого, вы же на поводке, вы понимаете, да? Об этом он говорит в 26-м тексте, что Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками. То есть, если мы берем, опять же, меня как посадника, власть над язычниками он не ожидал. То есть, никакая Матрона меня в могилу не свела, никакими болезнями я не заболел. Ну да, если мы берем, например, какие-то магов, каких-то вуду-шмуду, кто там делает каких-то кукол иголок, сует. Да, ну такие вот, такие штучки-дрючки могут свести человека в могилу за неделю. За неделю человек может сгореть там от чего-то. Кто начинает в это верить, бояться? В этом смысл. А когда ты это отсекаешь все в своей голове, и говоришь, ну какая кукла, при чем тут куклы, и иголки, и я. Да, когда я с Богом, с Иисусом Христом. Да, и все. И никакие никто, все твои поводки и ошейники, они уже слетают, сгорают сразу же. Да, здесь речь ровно об этом, что процесс борьбы, он у вас будет, да, внутренней борьбы. Ну потому что, опять же, когда вы ходите, поклоняетесь, когда вы ходите, поклоняетесь иконам, да, что есть заповедь вторая, не вызоведи себя клумира и идола. А почему это заповедь? Ровно потому, что стана через них начинает работать. То есть, когда он вас посадил на ошейник, вы вдруг решили от него уходить. Он вас будет держать. Трррр! Назад. И об этом он вам говорит в стихе 26, что кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому нам власть над язычниками. То есть, в моем случае, все, я вам только что объяснил, да, в вашем случае это будет, вам какое-то время придется с ним бороться, да, с помощью Иисуса Христа. И он вас не оставит. И вы победите. Я вам говорю с полной ответственностью. И вот вы принимаете решение, что я же не туда шла или шел, да? Ага, вот о чем говорила вторая заповедь. И откровение 18-го-то оказывается, я ее не видел или не видела, да? И вы это понимаете, вы каетесь, просите Духа Святого. Иисус с вами, да? Бороться вам придется недолго, но придется, да? Какое-то время. Потому что, еще раз, отпускать вас не захотят. Сразу прям, ну так легко. Да? Когда вы были на территории сатаны. Из поклон веков. То есть, вот эти два обращения ровно к тем, кто принят решение, все-таки, да? Поклоняться Иисусу вместо мертвых людей. Глава 2-я книги Откровения, да, она посвящена христианству. То есть, это один из светильников, между которыми Бог ходит. 7 звезд, 7 золотых светильников, да? И Бог говорит. То есть, первое, это как раз христианство, да? Я живу в России, я русский, поэтому будем говорить с уклоном на нас. Текст третий. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Давайте толковать, о чем это речь идет, да? Бог был всегда, да? Христианство вышло из язычества, много изнемогало, много перенесло. Потом появляется Матрона, в которую все влюбились. И чудотворцы, и так далее. Об этом речь здесь и идет. Ты оставил свою первую любовь. Да? Ты ушел от Христа к Матроне. И так вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Вернитесь к вашей первой любви, покайтесь, и все будет хорошо. Шестой. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаидов, которые я ненавижу. Это то, с чем я пришел изначально. Гадалки, шаманы, всякие там погремушки, колдовство и так далее. Там у нас в язычестве все это очень даже было. То есть, чтобы далеко не уходить, давайте откроем книгу Чесел, глава 25. Прочитайте ее, и вы поймете то, что Моисей, как и я, был в той же самой колбе, в той же самой пустыне. Только он был в реальной пустыне, мы в духовной пустыне. Об этом я уже говорил в фильме «Моисей». То есть, прочитав эту главу, посмотрите на нее так, что народ Израиля – это и есть человечество, Божий народ. Весь земной шар. И кто-то из этого человечества повелся на иконы и блуд. Об этом речь в 25 главе. То есть, в те времена все это так же хорошо шло, да? И было в таких же масштабах. С исключением того, что телевизора не было. А сейчас у нас реклама. Гадалки, шаманы на каждом экране. Купите иконку Матроны и не забудьте купить крест в церкви. Ну вот, которая проклята. Как говорит книга Иова. Да, место на кладбище как бы бесплатное пока еще. Вроде. Не знаю. Девятый. Знаю твои дела и скорбь, и нищету. Впрочем, ты богат. Духовно-то мы богаты. Да, если говорить о духе. Бедная наша Россия, да, и нищий народ. Но духовно-то мы богаты. Об этом я тоже говорил, да? Что у нас проблемы свои, а у американцев как раз-таки там все с денег начинается. Восьмой текст. Это доказательство того, что я говорил в начале, да? И ангелу Смирнской церкви напиши. Так говорит первый и последний, который был мертв и все жив. Да, то есть это то, с чего я начал урок, да? И то, о чем мы говорили в начале было слово, что это бог послал сына единородного. То есть это и был бог. Бога и распяли, да? Я Альфа и Омега, я был мертв и я жив. Это доказывает восьмой текст книги Откровений второй главы. А десятый, вот он интересен чем? Это божественный язык, да? Небесный язык. И язык сущего земли. Не бойся ничего, что тебе надобно будет перетерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас. И будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти. И дам тебе венец жизни. То есть здесь как раз речь о том, что, да? Небесном, на небесном уровне. Это как раз говорится о том времени, да? Что язычество... Это большое было в то время. Я представляю, какой это был переворот, да? То есть христианство вошло, да? В язычество. Но в духовном-то уровне уже было известно, что он ввергнет дьявол, ввергнет в темницу. Да? Видя не туда пошли вы со своими матронами. Вы ушли от первой любви. Здесь об этом, да, говорится? Но и для нашего времени это прекрасно сказано, да? С моим появлением понятно, что... Об этом он и говорит. Что когда будет глаз, он вам скажет, что, ребята, Матроны это смерть. Здесь, опять же, для особо расчетливых можете рассчитать. Что на небе день у нас год. Дней десять, считайте. На какое время тут он вас в темницу ввергнет. Но Господь говорил, что не надо ничего рассчитывать. А раз Господь говорит, лучше слушать. Да? Как мы уже понимаем. В духовном плане, да, говорится о тех поклон веках. А в наше время это говорится ровно о том, что переворот начнется, да? Да, что люди будут те, которые поймут, что они поклоняются мертвецам. Да? Они Богу живому. Будут такие. Их будет много, поверьте мне. Главное, что будь верен до смерти. И ты получишь венец жизни. Вот и все. Если бы этот урок не получился на неделю первой, давайте мы на этом пока остановимся, да? Здесь мы рассмотрели несколько религий. Религиозные расхождения, да? Из книги Откровения, да, опять же, обратились к православным. И к тем, у кого 150 миллионов богов, да? И тех, кто считает, что бога нет, а я тут под деревом решил, что семя само по себе появилось. Или дерево уже стояло. Да? Ну вот. Обнимаю вас крепко. Ваша репка. Ваша репка. Играет музыка. Ваша репка. Ваша репка. Играет музыка. Ваша репка. Продолжение следует...